Вот он, новый экзот из обещанной самой масштабной экзотической миссии в игре, которую мы в первый день, не зная ничего о ней, прошли за 30 минут, но об этом позже. Автомат одноголосый хор. Пустотный тип урона на особых боеприпасах. Первый такого рода автомат в игре. Давайте в этом видео я кратко поделюсь своими впечатлениями от этого экзота, расскажу как его получить и стоит ли он того. Но сначала позабочусь о тех, у кого не хватает времени или команды на то, чтобы выбивать новое оружие вовремя. Таким подписчикам на помощь придет команда стражей с сайта Двинг. Они уже много лет помогают стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновленным опциям сервиса, вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Любой контент нового дополнения финальной формы может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVipe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. И еще, в связи с большим количеством заказов, сервис открыл недавно набор новых сильных игроков, готовых помогать другим с активностями в Destiny 2. Так что если вы опытный игрок и хотите присоединиться к команде Двинг, напишите им. Ссылку на сайт и контакты оставлю в описании. Итак, чтобы получить этот автомат, вам нужно завершить все квесты первых двух актов эпизода Эхо. И потом, когда вы дойдете по сюжету до событий третьего акта, мимо вы не проскочите. Квест на него выдает нейроматрица в шлеме, а сама экзотическая миссия будет также запускаться из этого шлема. Это не подземелье, а именно миссия, так что не пугайтесь тех, кто боится лишней сложности и командной работы. По правде говоря, миссия очень простая, даже разочаровывающе простая. Когда ее анонсировали, разработчики заявляли, что это самая масштабная миссия в истории игры. А мы знаем, что экзот миссии в Destiny умеют впечатлить, вспомнить хоть недавно возвращенные в игру шопоты и час испытаний. Но вот с миссией на бис увертюра произошло обратное, и она оказалась настолько простой, что легко могла бы стать очередным налетом или полем сражений в плейлисте. Механик особо нет, разве что перенос бафов разных цветов, чтобы двигать стены и включать-выключать порталы. Босс, дефолтный векс, в общем, скукота. Но правды ради, это первая неделя и первое ее прохождение. Особенность этой миссии в том, что она потом будет якобы меняться каждую неделю и предлагать в награду особые перки для автомата, поскольку он крафтовый, как идеальная эпидемия или шепот червя, те же самые. Так что, может быть, именно это имелось в виду под обещанным масштабом. Но меня лично это мало интересует, так что судите о миссии сами. Давайте посмотрим на автомат. Это пустотный урон и стрельба с зелеными патронами, как я сказал в начале. Это, мягко говоря, необычно и является и плюсом, и минусом одновременно. Экономика патронов тут явно слабое место экзота, в отличие от тех же пистолетов на ракетной раме, которые так прочно закрепились в наборах игроков, у автомата могут возникнуть проблемы с использованием из-за этих самых патронов. Основной перк «Приказная рама». Он объясняет, что автомат стреляет крупнокалиберными снарядами увеличенной дальности, но с уменьшенной скорострельностью и наносит повышенный урон от точных попаданий при прицельной стрельбе. А вспомогательный перк «Копье фанатика» дополняет свойства автомата. Быстрые добивающие попадания заставляют цели взрываться, оставляя лужу из радиолярной жидкости. Вроде тех, что оставляют после себя некоторые вексы. А при стрельбе от бедра оружие выпускает сразу несколько снарядов с замедленным разбросом, которые при попадании в цель взрываются. Они очень напоминают атаки любимых наших векс виверн. Я поиграл с автоматом несколько часов, не так много, но уже могу сделать пару выводов. Например, некоторые в комментариях под анонсом писали, что в пвп пушка будет имбой. Вообще, больше в гарнила не суемся, пока этот экзот не занерфует. Не знаю, чуваки, в какое пвп играете вы, но в реальности геймплей с этим автоматом в гарниле выглядит как-то так. Так что давайте о том, насколько одноголосый хор хорош для гарнила, разговоры ввести не будем и перейдем сразу к пве, в котором оружие раскрывается на полную и в котором его можно и нужно использовать. Суть в том, что оружие при прицеливании отлично чистит мопцов поменьше, а при стрельбе от бедра, когда автомат переходит в режим залпов из пяти зарядов, экзот наносит очень и очень приятный урон по крупным целям. В качестве примера вы можете видеть на геймплейных кадрах, как он ощущается в прохождении затерянного сектора в соло на мастер сложности. При том, что в текущем эпизоде в артефакте есть мод на автоматы против перегруженных воителей, одноголосый хор приобретает дополнительную ценность. Просто посмотрите, как просто он стирает оглушенных воителей, которых сам же и оглушил. Честно признаться, если описывать свойства автомата и ощущения от игры с ним, то я бы сказал так. При стрельбе в прицеле это скорее напоминает винтовку разведчика, чем автомат, уж настолько он медленный. А при стрельбе от бедра это что-то среднее между плазменной винтовкой и дробовиком, от дробовика здесь дальность. Да, как бы два в одном, винтовка разведчика и плазменка. Так что это автомат не автомат. Вроде и удобно, но минусы тоже есть. Я уже сказал, урон офигенный по крупным целям при стрельбе от бедра и удобная зачистка при стрельбе в прицел. Но у стрельбы из этого автомата есть и неприятная особенность. Скорость полета снаряда. Пока я играл с этим автоматом, и возможно это видно где-то на геймплее, я слишком часто сталкивался с неточностью при стрельбе на дальних дистанциях. Это раздражает, честно скажу, но к этому, наверное, можно привыкнуть и тогда будет ок. Второй минус, о котором я уже вскользь упомянул, и который тоже довольно быстро становится очевидным, запас патронов. При стрельбе от бедра, то есть в том самом режиме с наибольшим уроном, патроны расходуются гораздо быстрее, по 5 за выстрел. Это частично компенсируется модами брони на резервы, с ними можно увеличить запас патронов до почти 4 сотен, но перезаряжаться придется часто все равно. В текущем эпизоде вам может помочь с этим перк из артефакта, самоподзарядник с прицелом, который перезаряжает ваш экипированный автомат при убийствах. Я уверен, что для игроков, которые обожают собирать билды на пустотной стихии, это оружие действительно сильно может изменить игру в ПВЕ. Так что не стоит его недооценивать и присмотритесь к нему. Видео вышло, кажется, каким-то коротким, так что на остаток времени я просто оставлю геймплей с прохождением затерянного сектора в соло на эксперте, в котором я 99% времени использую только этот новый автомат. Оцените его в реальном времени, так сказать. Спасибо за просмотр. Не забывайте о моем телеграм-канале, ссылка на который в описании. Там я иногда пишу новости, какие-то личные заметки, впечатления и о Destiny, и о других играх, в которые играю. Так что будет приятно там с вами встретиться и пообщаться. До связи! До связи! До связи! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...